Два социальных учреждения, детский сад и лицеев Томая будут отапливаться на основе возобновляемых источников энергии. Комиссия из числа подрядчика, технадзора, заказчика, руководство местной районной администрации провела предварительную оценку выполненных работ по строительству и монтажу котельного оборудования. Я не ожидал, честно говоря, что этот проект имеет такие возможности. И получилось, и здание укрепили мы хорошо, и сами оборудование прекрасное завезли. И все хорошо, я думаю, что мы достигли того, что думали. Проект финансируется Европейским Союзом и ЮНДП, внедряет ЮНДП. Основная цель проекта – это строительство 130 котельных на биомассе в селах Молдова для публичных объектов – школ, детских садов. Директор учебного заведения Варвара Топча надеется, что новое котельное оборудование на основе возобновляемых источников энергии повлияет на сокращение расходов на отопление в зимний период. Будем надеяться, что действительно тепло будет в школе, хотя у нас и на газе тепло было, но обещают, что будет экономичнее. Поэтому с нашим скудным бюджетом, я думаю, что это большой плюс для учебного заведения в данном селе. Фирма-подрядчик, выигравший тендер, имеет опыт работы в этой области и уже сдала несколько аналогичных объектов на юге Молдовы. Это два объекта в Тамае, один в Гайдаре, другой в районе Писарапяска, то есть село Ярдановка. Компания с этой задачей справилась, мы вовремя построили котельный, сейчас вот на этапе сдачи в эксплуатации. Общая сумма проекта составила 1 млн 551 тысяча лей на два объекта, в том числе 275 тысяч – контрибуция населения. Материальная база двух новых объектов будет передана на баланс социальных учреждений. Операторы, обслуживающие котельное оборудование, пройдут специальное обучение.